Приветствую подписчиков и гостей канала Банковский. Сегодня у нас в обзоре кредит для пенсионеров от Газпромбанка. Данный продукт достаточно широко разрекламирован и многие пенсионеры, прям даже по отзывам в сети видно, что считают этот продукт привлекательным. И многие говорят о том, что хотели бы взять данный кредит, либо уже готовятся подавать заявку. Я бы не советовал спешить, я конечно не хочу отговаривать, заниматься антирекламой, но давайте посмотрим на продукт более пристально. И соответственно уже сделаем выводы, обладая всей необходимой информацией. Значит смотрите, на первый взгляд продукт действительно предельно привлекателен. Минимальная ставка 4,9% годовых, максимальная сумма 5 миллионов, причем до 5 миллионов можно взять только по паспорту. Но это доступно, правда, для клиентов Газпромбанка, которые получают пенсию, соответственно, на карточку этого банка. Также действует акция, условия ее тоже на первый взгляд интересные. То есть вы, если берете кредит на срок не менее 6 месяцев и, соответственно, выплачиваете его без просрочек, получаете скидку 2% годовых. Но она не сразу начисляется, а после того, как вы полностью выплатите кредит. То есть некоторые думают, о, так я возьму под 4,9%, получу скидку 2% и всего у меня выйдет кредит под 2,9%, как в Европе. Ну, я бы обольщаться не стал. Смотрите, здесь вот когда мы начинаем изучать условия, мы сразу видим вот эти вот подвохи. Первый подвох какой? Во-первых, сумма минимальная кредита от 100 тысяч рублей. То есть пенсионеры, ну, скажем так, с маленькой пенсией, которые могут пройти скоринг на сумму там в 50, там в 80 тысяч рублей, они, конечно же, сразу отпадают, потому что им просто такой кредит не одобрят. Минимальная сумма 100 тысяч рублей. Срок от 13 месяцев до 7 лет. Следующий подвох, по моему мнению, здесь вот дальше в основных условиях все нормально, а вот следующий подвох у нас в процентных ставках. И смотрите, здесь сразу все видно, даже, я думаю, пояснять дополнительно ничего не нужно. То есть, если вы возьмете кредит до 1 миллиона рублей, как, в принципе, основная масса пенсионеров и берут, я даже больше скажу, на периферии у нас основная масса пенсионеров берет до 300 тысяч кредиты, им процентная ставка 10,2. То есть никаких 4,9 не будет, естественно. И получить скидку также можно, да, там получится 2%, отнимем, ну, 8,2 в лучшем случае. Поэтому, как бы, я не вижу здесь ничего хорошего. Плюс, вот здесь сносочка есть. В случае отказа от личного страхования действует надбавка от 6 до 9,5% пунктов. То есть от страховки сразу же не откажешься. А если от страховки отказываться, то к 10,2 прибавляем еще 9,5 и получается без малого 20% годовых. Ну, как вам такой вариант развития событий? Ну, а 4,9 вот эти пресловутые, опять-таки, в зависимости от категории заемщика, могут получить лишь те, кто оформляют кредит на сумму в 5 миллионов рублей. И, представляете, много ли таких пенсионеров наберется, которые 5 миллионов могут, ладно, позволить себе взять. Еще же, чтобы скоринг пройти, надо найти 5 миллионов. Это какую пенсию надо иметь? Поэтому я бы к этому кредитному продукту относился скептически. Ничем он не выгоден. Возможно, авторизация через госуслуги. Ну, и по условиям акции давайте коротко пробежимся, если кого-то заинтересовало. Ну, во-первых, срок и проведение ограничен, нужно успеть. Видимо, расчет как раз на то, что человек не подумает, быстрее оформит акцию, пока надо успеть. А тут бах, и никакой выгоды ему и не светит. Ну, и дополнительно еще тоже, еще, как говорится, одна ложка дегтя во все это дело. Организатор будет обязан удержать НДФЛ. То есть, смотрите, расходы, да, НДФЛ, процент высокий, да плюс еще страховка. Потому что страховка по такому продукту будет недешевая. Если доведется вам кредит оформлять, не оформляйте у дочерних организаций, то есть страховых компаний, которые дочерние Газпромбанку, лучше уйдите в какую-то другую страховую компанию, там цены пониже. Так что вот такая вот система. Ну, по требованиям к заемщику тут все стандартно, не хочу на этом заострять внимание. В принципе, уже достаточно того, что я рассказал, для того, чтобы сделать закономерные выводы по поводу этого кредита. Если у вас возникли вопросы по данной теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам доброго.